Почему, Игорь Дадон, если ты как президент говорил о том, что вот Усатый выиграл выборы в Бельцах, поэтому я там буду сотрудничать и так далее, как бы с ним надо говорить. Почему, Игорь Дадон, ты приезжаешь, ну не то, что прячешься, потому что перекрываете весь город, значит, бегут охранники наперед в детский сад номер 20, что вот приедет Дадон и проверяет детский сад, ищет мины, гранаты, снаряды и так далее. Да, бельчане очень гостеприимные люди, и то, как встретили Дадона, дети организовали небольшой концерт, дали ему попробовать запеканку, значит, Дадон похвалил качество детского, качество питания и в школах, и в дошкольных учреждениях, такие как детский сад. Я горжусь тем, что у нас лучшее питание в стране, именно в Бельцах, у нас никогда не было этих скандалов и всего того, что вы видели, связанных там с теми же учреждениями, школями, дошкольными в Кишневе и так далее. Но, Игорь Николаевич, вы обязаны по протоколу уведомить нас, как премьерию, что вот будет президент, хочет посетить садик, детскую школу и так далее. Значит, он как бы считает, что он, если президент, ему все можно. Да, но есть какие-то протокольные моменты, есть какие-то рамки приличия, он продолжает как бы жить в своем репертуаре. Значит, поэтому я понимаю, что сегодня неудобно было ставить нас в известность. Почему? Потому что я бы пришел с теми же вопросами, которые обсуждали с премьером. Значит, это зарплаты госслужащих. Это сегодня, что после модернизации Четнорда, значит, люди в Бельцах платят дороже за отопление зимой. Значит, сегодня есть масса людей, которые требуют каких-то изменений в законодательстве, связанных с... Там, ордера на квартиры люди получили в 96-м году. Значит, нет ни квартиры у этих людей, они и денег обратно не получили. И так далее. Я бы поговорил о том, что предлагает партия социалистов. Они предлагают сейчас по 200 лей компенсацию людям, которые живут в домах, где нет газовых плит. Люди пользуются электрическими плитами для таких домов. В Кишиневе электроэнергия дешевле, а в Бельцах такая же, как для других. Они говорят, ну, советники социалистов выходят, давайте муниципальный совет примет решение выделять помощь молодоженам по 1000 лей. За рождение ребенка там новорожденного на 3000 лет, по 200 лет этим людям. И говорят, да, Дон, вы не перекладывайте на местные власти вашу пиар-компанию. То есть то, что вы это делаете на национальном уровне, это ужасно и отвратительно. Это одна проблема. Но вы обещали, скопировали, причем у нас в программе, что за первого ребенка 20 тысяч лет, за второго 30, за третьего и выше 50 тысяч лет. Вы выполняете обещания на национальном уровне, а придумываете задание, как потратить деньги в примарии вашим советникам. Ну, я в таких консультациях не нуждаюсь. Да, я поддержу любую инициативу, но когда вы сейчас предлагаете пиар за счет, а где взять эти деньги? Лишите их, вы предлагаете лишить этих денег те же школы, детские сады. Ох, какие вы умные. Ну, ладно, с вашим я поговорю об этом, поговорю об этом на совете. Но сегодня, вместо того, чтобы приехать, решить проблему зданий общежитий, которые сегодня полно в городе, они не на балансе примарии. И вместо того, чтобы там сделать малосемейки, для того, чтобы врачи и учителя получили там эти квартиры, и у людей был бы стимул не уезжать из страны. Выходите по Бельцам, раздуете духовки. Да, я сейчас пойду, перейду дорогу в магазин, куплю две духовки и пойду тоже куда-то с этими духовками. Понимаете? Ну, это просто смешно. Значит, естественно, Игоря Додона не интересует то, что 30-40% земельных участков в Бельцах не зарегистрированы в кадастре. Это все переносили одни, сегодня переносят другие. Значит, Игорь Додону не интересно встретиться под видеокамерой, обсудить улицы, которые де-факто являются национальными дорогами, как улица Йорга, как человек Штефана Чалмари, который от банка де экономии идет в сторону молодого. Игорь Додон, давай встретимся в Бельцах, а я даже для этого приеду в Кишинев, давай под камерой поговорим с людьми, давай под камерой поговорим с людьми о тех проблемах, которые есть в стране. Я говорю о тех, которые есть в Бельцах сейчас, да, то есть нам есть о чем говорить. Давай поговорим о тех проблемах, которые уже перешло любые рамки приличия. Вы видели, что делали со мной некоторые телеканалы по просьбе Додона в предвыборную кампанию. Он продолжает грузить там каких-то следователей, прокуроров, вернее не каких-то, а понятных для меня и известных. Давайте, пожалуйста, ну не получилось по узатому по Закарчика, давайте быстрее обвинять там в андромате в чем-нибудь, потому что вот скоро выборы и партия социалистов не наберет большинство и так далее.